Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ! В эфире информационный выпуск «День за днём». С вами в студии Алина Сазонтова. Итак, коротко о событиях. Проект «Любимый город» продолжает работу. В Смоленской области орудуют мошенники из Липецка. Выставка шуб «Меховые традиции» пройдет в Десногорске. Галина Ренёва встретила свой юбилей на сцене. Детский сад «Лесная сказка» преображается на глазах. Какие обновления происходят в нём, мы решили узнать сами. Ремонтные работы в детском саду «Лесная сказка» идут полным ходом. Средства были выделены концерном Росэнергоатом. Ещё в начале лета определили объём работ. И вот уже ремонтный сезон вышел на финишную прямую. Уже сейчас закончено утепление полностью детского сада, замена окон, замена дверей. То есть наш детский сад уже мы утеплили, сделали его комфортным внутри. А сейчас снаружи идёт отделка декоративными панелями. Такими вот красочными, яркими. Наше такое солнышко оранжевое, синее. Такой стабильности, цвет верности нашему детскому саду. То есть сейчас полным ходом идут работы именно по отделке. Уже окончательное завершение, близится завершение работ по ремонту фасада. Ну, кроме этого, у нас ещё на эти же благотворительные средства от концерна Росэнергоатом мы проводили другие работы. Это уличное освещение, установка уличного освещения, установка трёх теневых навесов на прогулочных участках, частичное асфальтирование, частичная замена ограждения. То есть работ очень много. Сдолжается внутренний ремонт. Рабочие меняют линолеум в группах и спортивном зале. В этом году в Смоленской области служить отправились 750 призывников. В нашей области сформирована активная действенная система подготовки к военной службе. Работают 35 военно-патриотических организаций. Развивается юно-армейское движение. Область вошла в число лучших регионов в рамках этого патриотического проекта. На базе Смоленской академии войсковой противовоздушной обороны прошла молодёжная патриотическая акция «День призывника», в которой приняли участие несколько сотен молодых людей. Доверчивые смоляне продолжают попадаться на удочку телефонных мошенников. Они каждый раз придумывают разные уловки. Как в очередной раз они похитили деньги, смотрите в сюжете. В дежурную часть Сафоновского отдела МВД поступило сообщение о факте мошенничества. На мобильный телефон пенсионерки позвонила женщина, которая представилась её невесткой и попросила перечислить 15 тысяч рублей для решения проблем с полицией. Женщина, испугавшись за родственницу, перечислила деньги на указанный счёт. Сотрудники установили личности, причастные к этому преступлению. Ими оказались жители города Липецк. Они доставлены в Смоленскую область. В отношении подозреваемых к следственным отделам Межмуниципального отдела МВД России Сафоновский возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В настоящее время злоумышленники заключены под стражу. Десногорский продолжает работу проект «Связь поколений». 27 октября ученики школы номер один посетили в историко-краеведческом музее фото-выставку «Жить рядом с вами – большая честь». На выставке были представлены фотографии ветеранов. В большинстве в зале экспонировались исторические фото времён Великой Отечественной войны. Экскурсию провела председатель комитета солдатских матерей и автор этого проекта Валентина Рожкова. Ветеран Николай Тимофеев посетил выставку, встретился с ребятами и рассказал о трудных, суровых временах войны. Встреча прошла интересно и познавательно для ребят. Межсезонье – отличное время для того, чтобы утеплиться. Ведь впереди долгая зима. Широкий ассортимент, выгодные предложения порадуют модниц. На выставке представлены изделия со скидкой до 70%. Подробнее в следующем сюжете. Пусть шубка от магазина «Меховые традиции» станет вашим признанием. Приходите 7 ноября на выставку и выбирайте из 1000 шуб ту, которая подчеркнёт вашу индивидуальность. Только лучшие меха, красивейшие дизайнерские модели – всё это для вас. Для настоящих ценительниц эксклюзива – шубы из норки Блекглама, производства Греции, а также дублёнки и шапки. Всё это вы сможете купить по невероятно сниженным ценам. Или взять шубу в рассрочку без переплат и первого взноса. Все изделия сертифицированы и имеют чип. Не упустите свой шанс обзавестись качественной верхней одеждой вместе с меховыми традициями по выгодной цене. Второй год в Десногорске продолжает работу проект «Слава Созидателям». 26 октября в школе номер один прошёл классный час по теме «Комсомольцы – строители нашего города». Учитель немецкого языка Любовь Карпова провела экскурсию для учеников по страничкам «Комсомольских дней строительства нашего города» и пригласила на встречу к школьникам Галину Ланцеву. Она приехала на строительство АЭС из Сибири, стояла у истоков образования комсомольской организации в нашем юном городе. Тёплыми воспоминаниями она поделилась с ребятами. В Смоленске учительница во время урока заклеила рот второкласснику скотчем. Так она решила наказать ребёнка за разговоры на уроке. Ребёнок просидел с заклеенным ртом в течение получаса. Педагог уволен по статье. 2 ноября вечером в Десногорске сгорел автомобиль «Опель Вектра». У автомобиля выгорела панель приборов и лобовое стекло. Пострадавших нет. Ликвидировал возгорание пожарный расчёт части номер 15. 2 ноября состоялся юбилейный концерт Галины Ренёвой. Не верится, но ей 65 и 45 лет творческой деятельности. Поздравить Галину пришли ученики и гости. На мероприятии побывала и наша съёмочная группа. В городском центре «Досуга» состоялось знаменательное событие для нашего города. Юбилейный концерт Галины Ренёвой начался с выступления коллектива «Каприз» и её учеников ансамбля «Ренессанс». Ребята исполнили песни и сказали много тёплых слов в адрес своей руководительницы. А зрители, в свою очередь, поблагодарили бурными аплодисментами. Во второй части концерта на сцену вышла сама виновница торжества и исполнила хиты, посвященные родным друзьям, связанные с различными периодами жизни. Благодарные зрители дарили Галине цветы, улыбки и нескончаемые аплодисменты. Это был вечер откровений, глаза в глаза, душа в душу. Очень много поздравлений сыпалось в адрес певицы. Поздравить Галину Ренёву вышла на сцену председатель комитета по культуре, спорту и молодёжной политике Светлана Головачёва. Галина Викторовна, нет, не с юбилеем, у-у-у, с 18-летием, потому что такая молодая, такая красивая, такая энергичная. Поздравляем мы вас и желаем ещё долго-долго нас радовать своими песнями, со своими друзьями. Своими впечатлениями поделились зрители. Я восхищаюсь Галиной Викторовной как человеком, как, ну, артистом могу сказать, потому что для нашего города она знаменита. Галина Викторовна стала частью каждой семьи города Десногорска. Это наша звезда, мы её все любим, мы её знаем очень давно, более 20 лет. Город украшают, как известно, не дома, не магазины тем более, не улицы даже, а люди. Вот хочу сказать Галина Викторовна, украшение нашего города. Галина Ренёва подарила очередной праздник своим поклонникам. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Деснадефиств.ру Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин